Путин спас двух белух и шестерых касаток. Это главное достижение прямой линии 2019. Хотелось бы сказать, что шучу, но речь идет о так называемой китовой тюрьме в Приморье, где томятся млекопитающие, выловленные российскими рыбаками далекитайских океанариумов. И вот нужно было провести прямую линию с президентом, чтобы осознать, что это варварство. В итоге восьмерых рыбин отпустили, вопросом озаботились. В правительстве России рабочую группу возглавлял лично Гордеев за Медведева. На минуточку 15 минут эфира этому моменту посвятили. Вот сколько раз смотрю эту прямую линию, все время себя идиотом чувствую. Нет, я понимаю, что других достижений у нас просто не находится, поэтому такие истории рассказывают. Но оно ведь смешно. Вы можете себе представить, чтобы американский президент Трамп на весь мир вещал, как он спасает сусликов где-нибудь в Алабаме, а для россиян это нормально. Начинаем! Ладно, давайте о серьезном. Вообще я считаю, что это позорище. Шел 20-й год, вставание с колен с нашим бессменным национальным лидером. Очередная прямая линия начинается с вопросов. Владимир Владимирович, когда уже зарплату поднимать начнут, называются какие-то смешные цифры, 10 тысяч рублей, Путин поправляет, должно быть 11, не меньше позорище, даже 11. Я вот, вы знаете, разбирал на Медне старые документы и нашел свой трудовой договор. Вот, внимание, 2003-го года, вот тогда у меня была зарплата 10 тыр. На дворе 2019-й жить стало лучше, говорят, нам это называется лучше. Не будем, к слову, забывать, что в 2003-м году цены в магазинах были существенно ниже. Я тогда платил меньше налогов. Счита за коммунальные услуги очень отличались от нынешних. Смотрите, что происходит. Ну, реальные располагаемые доходы, которые, статистика показывает, что они падают, состоят из многих показателей. Это из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам. И банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато. На самом деле, я бы это назвал, случилось чудо, ничего себе. Президент признал, что жить россиянам действительно стало тяжелее. Правда, недолго музыка играла уже через несколько минут. Главный снова начал оперировать цифрами из отчетов. А в отчетах-то средняя зарплата по стране 45 тысяч. На то мы порешили, хотя я тогда не понимаю, зачем эти прямые линии проводить. Их ведь вроде позиционируют, как общение главы государства с народом. Цифры из отчетов он нам и так по телевизору регулярно зачитывает. Вот народ говорит, 10 тысяч моя зарплата, пожарный какой-то выступил. Я командир отделения, у меня 16, нет, 45. Мне же Медведев такие данные дает. Разговор глухонемого со слепым какой-то получается. Это реальная журналистика, ничего нового. Держимся и ждем прорывов. Поехали! Я, кстати, давно жду, когда наши чиновники и главные в том числе начнут на таких вот телевизионных мероприятиях отвечать на неудобные вопросы. Односложно, что-нибудь вроде отвалить. И уже, собственно, примерно такое несколько раз нынче тоже проскакивало вопрос о выборах мэров городов. Давайте вспомним. В Екатеринбурге, например, мы увидели, что глава назначенец не в состоянии принимать решения и быть лидером. В сложной для города ситуации спрятался в кусты таких мэров по России огромное количество. Все, чем они заняты, чем заняты эти люди, пытаются выслужиться перед хозяином-губернатором, ну или там по партийной линии себе. Очки зарабатывают в надежде, что куда-нибудь повыше их потом поднимут. Возможно, даже в Москву человек поедет. А на свой город такому недомэру чихать, собственно, это, вероятно, и имел в виду человек, задавший вопрос. То, что произошло дальше, я бы назвал, скомкали и выбросили. Если говорить про места, то если имеется в виду муниципалитеты, она и так у нас всегда была выборной. Есть у нас, правда, способ избрания через региональные парламенты, этот предусмотрен законом. Но, как правило, это тоже, кстати, избрание. Но, как правило, через приведение к власти руководителей муниципалитетов происходит прямоментальное голосование всего населения. Точно так же в унитаз были спущенные вопросы по закону об оскорблении представителя власти или по закону о суверенном интернете, которые вообще непонятно зачем в эфир давали, чтобы создать видимость объективности. Так Путин ни на один из них не ответил толком. Напомню, о чем речь. Когда данные законы протаскивали через парламент, нам объясняли, это нужно. Это безопасность, в первую очередь, это делается для нас, для пользователей соцсетей, дабы можно было выпилить из рунета, скажем, хулиганов, хейтеров, провокаторов, что мы видим на деле. Оскорблением стала считаться любая критика, слуг народа сказал что-то, что не понравилось чиновнику. То тут же Кляузу пишет в администрацию того или иного сообщества, мол, прошу заблокировать Говоруна на основании нового закона. Но вот ведь недавняя история с моим коллегой, саратовским депутатом Бондаренко была. Из-за какого-то комментария у человека чуть аккаунт не заблокировали. Как вы предлагаете модерировать комментарии, если человек зашел, написал, и сразу после этого произошла проверка, которая зафиксировала, и сделала те самые пресловутые скриншоты, которые вы сейчас нам показываете. Это просто формальный повод затыкать недовольным людям рты, людям, которые критикуют вашу политику, которые не согласны, ни с пенсионными реформами, которые вы поддерживали, ни с повышением цен топлива, НДСов, тарифов ЖКХ, капремонтов, и чего там еще в виде своих, значит, реформ, которые якобы в интересах граждан существуют, предлагаете населению. Вот это фактический механизм и та самая сторона, ради чего это все осуществляется. А уж сколько штрафов людям влепить успели просто за высказывание своего мнения в письменной форме у себя на странице, в каком-нибудь контакте сидит президент, улыбается, делает вид, будто не понимает, о чем речь, а может и правда не понимает. В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной, люди должны, имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов. Это само собой разумеется. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Вот о чем идет речь. А еще я в очередной раз обратил внимание вот на какой момент. У нас ведь не только власти любят строить потемкинские деревни и пускать глаза в пыль. А врать, насколько я понял, это в принципе национальная черта россиян. Предлагаю посмотреть небольшой сюжет, сами все поймете. Здравствуйте, я понимаю, что мы неожиданно к вам пришли. Скажите, пожалуйста, много обращений к вам приходит. Сегодня сколько человек приходили? У нас люди по записи приходят. Ну, никаких проблем записи вы... У нас народу нет, поэтому... Какое-то сегодня... Дело в том, что были мы накануне без камеры, мы видели в коридорах много-много людей, которые ожидают своих очередей. Нет, нам не надо показывать аппаратуру, мы хотим пообщаться с людьми, которые пришли на прием. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас может сказать, долго ли записываться на прием к врачу? Вообще проблемы какие-то существуют с этим? Нету там. Ты что записывался? Сразу прям? Не сразу? Вот обратите внимание, тут даже корреспондент обалдел. Вчера, говорит, приходил в эту больницу без камеры. Народ жаловался, что врачей не хватает. На прием записаться невозможно. В коридорах огромные очереди, это становится уже нормой. Прошло несколько часов, и все проблемы куда-то отвалились. Казалось бы, вот вам, ребята, шанс. Расскажите все как есть. Пожалуйтесь первому лицу в прямом эфире. Авось хоть вам показушно поможет, других-то вариантов вам вряд ли предложат. Нет, у нас все хорошо. Живем, как у Христа, за пазухой. А больница наша самая лучшая. Ну а чего тогда ныть-то потом? Мы ведь сами загоняем себя в ту за***цу, в которой вечно находимся. Простота, как известно, хуже воровства, если вам самим на себя наплевать. Какой чиновник или депутат поспешит о вас подумать? Вообще, конечно, показуха и ничего больше. Единственное, что всем нам нужно понимать, в обозримом будущем для нас ничего не изменится в лучшую сторону. Что вообще спасение утопающих дело рук самих утопающих, вот только утопающие, как я вам продемонстрировал только что, не особенно заинтересованы в собственном спасении-то. Очень хочется надеяться, что люди просто потеряли веру у этого президента. В эти прямые линии хотя бы по числу негативных оценок и комментариев в соцсетях можно сделать такой вывод, что до последующего вранья после той распрекрасной линии я не поленился. Даже несколько сказочных шоу посмотрел, выпуски новостей. Ах, какой наш президент гениальный, к людям лицом повернулся. Социальные вопросы начал поднимать. Он ведь один из нас, серьезно? Где-то я это слышал. Жах, да! Минувшей зимой во время бюджетного послания тогда тоже столько социально важных вопросов поднималось. Прошли месяцы. Хоть по одному из тех вопросов, хоть какие-то решения приняты. Господи, не страна, а самое дорогое телешоу в мире. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. На канал в ютубе подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok